Демократы копают так глубоко, что в итоге находят сами себя. В чем Хилари Клинтон обвиняла Трампа, на самом деле была замешана сама. Русские активно помогали ей сфабриковывать ложные обвинения против Трампа о связях с Россией на президентской гонке 2016 года. Обвинения и аресты уже предъявлены трем участникам. Всем привет, меня зовут Лариса, мы находимся в городе Лос-Анджелес. Я слежу за американскими новостями и американским ютубом. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы сразу же получать уведомления о новых видео. Поехали! Спецпрокурор Джон Дарем расследует связи России с Дональдом Трампом. Дональда Трампа обвинили в том, что Россия помогла ему стать президентом в 2016 году. Обвинения оказались сфабрикованными. Обвинения и аресты предъявлены уже трем лицам за дачу ложных показаний и другим статьям. И это только начало. В чем Хилари Клинтон обвиняла Трампа, на самом деле была замешана сама. Русские активно помогали ей сфабриковывать ложные обвинения против Трампа. Между прочим, расследование и преследование Трампа проходило на протяжении всего его президентского срока, на что было потрачено миллионы долларов американских налогоплательщиков. Все изначально, включая ФБР, Барака Обаму, Байдена знали, что это ложь. Но они продолжали расследовать Трампа. Это было криминалом. Потому что не было никакой причины вести расследование без доказательств. Говорит Джон Рэдклифф, бывший директор национальной разведки, в эфире Fox News, ведущей Марии Бартимора. Расследование Дарома приведет на самые высокие уровни нашего правительства, включая правительственные структуры. Основываясь на документации, которую я рассекретил и передал Дарому, будет много обвинительных заключений. И популярный комментарий в сети. Везде, где вода слишком мутная и, скорее всего, компрометирует высокопоставленных лид в самом правительстве, эти документы везде засекречиваются самим же правительством. Разве это справедливо? Расследование связей Трампа с Россией. События в Капитолии 6 января. Трагедия 11 сентября. Везде засекреченные материалы. И это только самые яркие примеры, пишут пользователи интернета. Задачу ложных показаний арестован россиянин Игорь Данченко, который составлял компромат на Дональда Трампа. Он арестован, а затем выпущен под залог в 100 тысяч долларов. В рамках расследования спецпрокурора Джона Дарома о влиянии России на президентскую гонку 2016 года. В 2017 году Трампа обвинили в связях с Россией. Как выясняется сейчас, все ниточки этой истории ведут к Хиллари Клинтон, сопернице Трампа на тех выборах. Сама Хиллари тогда писала про Дональда Трампа перед президентской гонкой. Если этот ублюдок выиграет, то нас всех повесят на петлях. И этот комментарий становится очень актуален сегодня, пишут пользователи интернета. Газета «Вашингтон-Пост» утверждает, что Данченко ложными сведениями снабжал близкий к демократической партии специалист по связям с общественностью Чарльз Долан. Причем Долан работал в предвыборном штабе Билла и Хиллари Клинтон. Затем Данченко передавал информацию автору основного доклада британцу Кристоферу Стилу. Стил также действовал по поручению юридической фирмы, которая предоставляла интересы штаба Хиллари Клинтон. Данченко предъявлено пять обвинений, включая неоднократную ложь ФБР по информации, которую он предоставлял для досье Стила. Данченко уже третий арестованный по этому делу. Ранее дело завели на адвоката Майкла Сасмана, работавшего на Хиллари Клинтон. Юриста обвинили в передаче ложных материалов агентам ФБР о влиянии российской стороны на выборы в США 2016 года. Об этом говорил и Дональд Трамп, которого Хиллари Клинтон пыталась опорочить во время предвыборной кампании. Комментарий Трампа. Расследование спецпрокурора США Джона Дарема официально подтвердило, что обвинения в мой адрес о тайных связях с Россией были с самого начала обманом. Это выдумки Хиллари Клинтон и демократов. Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живет, каким злобным умом нужно обладать, чтобы выдумать всю эту историю. Еще одно обвинение предъявлено бывшему юристу ФБР Кевину Клинтсмиту. Он признал себя виновным в подделке оснований для расследования сговора президента Дональда Трампа с Россией. Клинтсмит заявил, что намеренно изменил электронное письмо, связанное с бывшим помощником президентской кампании Трампа Картером Пейджем. Сасман и Данченко не признают вину, в отличие от Клинтсмита. Расследование продолжается, ожидается еще больше обвинительных заключений. Большинство утверждений из досье и сегодня остаются недоказанными, а многие оказались ложными. И самый популярный комментарий в сети. Как ФБР могли преследовать и судить действующего президента Дональда Трампа, основываясь на недоказанных, а сейчас выясняется еще и ложных, материалах? Еще один комментарий. А где же сейчас Адам Шиф, который ежедневно ходил от канала к каналу и твердил, что он обладает неопровержимыми доказательствами? Джим Джордан, республиканец, член Палаты представителей. Мы говорили вам об этом, я не хочу показаться высокомерным, но мы говорили вам, то в чем они обвиняли президента Трампа, они делали сами. Они работали с русскими и это ведет напрямую к Клинтонам. И еще один комментарий от сына Трампа Эрика Трампа. Демократы копают так глубоко, что в итоге находят сами себя. Подписывайтесь и смотрите мой канал, пишите свои мнения в комментариях. Всем замечательного настроения и всем пока!